Приветствую вас, мои дорогие ученики! И снова добро пожаловать на наш урок русского языка. Проверьте, все ли у вас готово к уроку. Выберите ваше настроение, заберите себе кусочек солнца и улыбки, устраивайтесь поудобней и настройтесь на урок позитивно. Ребята, у меня игра для вас. Вы должны запомнить, на каком ящике что стоит. Например, на желтом шапка, на голубом топор и так далее. Запоминайте быстро, а потом я задам вам вопрос. Кто помнит на зеленом ящике, что было? Смотрим. Кто угадал? Молодец! Это лошадь. Теперь, ребята, обратите внимание на написание этих слов и скажите, пожалуйста, почему я выбрала именно лошадь? Как вы думаете? Да, конечно, в слове лошадь есть мягкое согласное и смягчает эту согласную мягкий знак. Тема сегодняшнего урока – мягкий знак. И сегодня на уроке мы научимся, как обозначать мягкость согласного звука в слове. Вспомним, как переносить слова с мягким знаком в середине слова. Давайте вспомним, как можно обозначить мягкость согласных звуков. Конечно, гласные Е, Ё, И, Ю, Я, а также мягкий знак обозначают мягкость согласных. Послушайте стихотворение Эммы Машковской «Мягкий знак». Ребята, попробуйте произнести букву «Мягкий знак». Не получается? Вспомните, буква «Мягкий знак» никак не произносится. Мягкий знак умеет смягчать согласную. Да он просто волшебник, посмотрите. Стоило ему стать на конец слова «угол», как тут же угол превратился в уголь. И таких слов очень много. Хотите посмотреть? Мальчик ел – получилось ель. Было мел – получилось мель. Мель, ребята, это неглубокое место в озере или в речке. А что же связывает эти картинки? Был брат, а стала брать. Ребята, буква «Мягкий знак» – это орфограмма. Буква «Мягкий знак» пишется после согласных, на конце слова, в середине слова. Читайте вместе со мной слова с мягким знаком на конце. Конь, соль, медведь, сирень, октябрь. А теперь слова с мягким в середине слова. Деньки, коньки, большой, апельсин. И давайте вспомним перенос слов с мягким знаком в середине слова. Молодцы! При переносе мягкий знак не отделяется от предыдущей буквы. А теперь мы отдохнем. Долго сидеть – тоже вредно. Стали все ровно, приготовились к зарядке. А зарядка наша непростая. Обратите внимание на слова и на букву под словом. Буквы под словом означают П – правая рука, Л – левая рука, О – обе руки. И теперь, читая слово апрель, мы должны вспомнить, к какому времени года относится этот месяц и называть время года. Времена года мы с вами уже знаем. Давайте попробуем. Весна – поднимаем правую руку. Лето – поднимаем левую руку. И так далее. Начнём? Весна – лето, зима, осень, зима, осень, зима, осень, лето, осень, весна. Разомнулись? А вы что-то заметили? Здесь один лишний месяц. Верно, это март. Потому что, конечно, в слове март нету мягкого знака. Во всех остальных месяцах на конце слова есть мягкий знак. Ну, а теперь мы с вами прочитаем маленький и очень интересный рассказ про старого лося. Я читаю, а вы внимательно слушайте. После чтения рассказа будет интересное задание. Старый лось. Старый лось. Старый лось долго ходил по лесу. Он очень устал. Остановился лось и задремал. Приснилось лосю, что он ещё маленький лосёнок. Он идёт с мамой по лесу. Мама ест ветки и листья, а лосёнок весело прыгает по тропинке рядом. Вдруг кто-то страшно загудел около уха. Он подумал, что это медведь. Лосёнок испугался и побежал к маме. Мама сказала, не бойся, это шмель. Он лосят не кусает. Это карта чувств. Мы должны заполнить её. Закройте глаза и представьте, что вы увидели, когда я читала рассказ про старого лося. Да, мы увидели животных, лес. Там был лось, шмель, медведь, маленький лосёнок. А теперь представьте, что вы услышали. Представьте, что мы можем услышать, когда придём в лес. И самое последнее. Представьте, что вы почувствовали. Вам было страшно или вам было весело. Представили? Теперь можете открыть глаза и посмотреть, как я заполню мою карту чувств. Я увидела там медведя, лося, шмеля и маленького лосёнка. А услышала я шорох листьев, пенье птиц, шум ветра. Что я почувствовала? Я сначала испугалась, потому что я тоже подумала, что идёт медведь. Но потом мне было смешно, что это оказался маленький безобидный шмель. Вот так вы можете представлять, когда читаете рассказы или сказки. И вам будет казаться, что вы смотрите интересный фильм. А посмотрите, сколько мы слов выписали с мягким знаком. Подведём итоги урока. Сегодня на уроке мы научились, как обозначать мягкость согласного звука в слове. Да, мы узнали, что мягкий знак пишется в середине слова «коньки», «пеньки» и на конце слова «сентябрь», «конь», «соль». Ещё мы знаем, что мягкий знак не произносится. Умеем, как переносить слова с мягким знаком в середине слова. Да, мы вспомнили с вами, что при переносе мягкий знак не отделяется от предыдущей буквы. Например, «мальчик», «деньки». Выберите ваше настроение после урока. Если вам было интересно и вы всё поняли, то выбирайте «солнышко». А если у вас остались вопросы по теме, то выберите, конечно, точку. А я говорю вам до свидания. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...